Площадкой для отработки действий на случай землетрясения стала школа номер 2. Это место выбрали не случайно, ведь зданию одной из старейших школ Сочи более 100 лет. По сценарию учений в городе случилось землетрясение магнитудой до 7 баллов. В школе начинается эвакуация. По легенде, здание получило повреждения, разрушена крыша, стены и перекрытие. На место первое прибывает городская служба спасения. Спасатели поднимаются в разрушенное здание. В школе есть пострадавшие. Лестница завалена, поэтому мальчика спускают через окно третьего этажа. После на носилках уносят в безопасное место. К школе подъезжает скорая помощь. Пострадавших детей несколько. Медики им оказывают всю необходимую первую помощь. Мы укололи ее, обезболили. Мы сейчас зафиксировали, то есть фиксируем и вызываем на себя вторую бригаду для того, чтобы транспортировать детей на госпитализацию. Все остальные дети и педагоги, а их из школы эвакуировано около 400 человек, в это время ожидают в безопасном открытом месте. Кому необходимо, здесь же специалисты оказывают психологическую помощь. Другие в ожидании приезда родителей пьют воду и горячий чай. Все для того, чтобы минимизировать полученный от природного катаклизма стресс. Была задействована служба спасения администрации города Сочи, отдел полиции центрального района, полк ДПС, скорая помощь, сотрудники администрации центрального района. Проверяется наслаженность именно взаимодействия всех органов, отвечающих за чрезвычайные ситуации в центральном районе. Учения прошли без сбоев. Все службы выполнили свою задачу. Кстати, эту тренировку провели в рамках командно-штабных учений, которые сегодня проходят по всей стране. Школа просто сейчас участвует в командно-штабном учении, которое проводится в Краснодарском крае. А так, раз в квартал обязательно проводят учения, вернее, тренировки. И один раз в полугодие проводятся учения. Но стартовавшие сегодня учебно-тренировочные мероприятия продлятся в крае два дня. Подобные учения сегодня проходят во всех районах Сочи, но разворачиваются в каждом по своему сценарию. Если в центральном районе это было землетрясение, то в остальных все городские службы будут отрабатывать свои действия на случай бытового или лесного пожаров, а также подтоплений.